Как вы знаете, буквально вчера по всей стране прошла масштабная акция на знание географии России «Географический диктант». Интересно, как с этими заданиями справились якутяне? Об этом мы узнаем у Михаила Чиросова, профессора Института естественных наук СВФУ, и Леонида Подвигина, заместителя директора ФТЛ, учителя географии. Доброе утро. Доброе утро. Итак, вчера состоялся географический диктант. Уже можно сказать, как якутяне справились с заданием? Или пока рано? Еще рано. Во-первых, после 1 декабря ответы правильные по всем вариантам будут на сайте РГО. А вообще официально каждый по своему шифру может... Он... Обещали 25 декабря по стране. То есть после 25 можно уже узнать индивидуальный? Да. Он доходит, индивидуальный номер забивает. Вот чем отличается акция? То, что там анонимность, и никто не знает, Петров, Сидоров, Иванов, какую оценку получил. То есть каждый сам свою оценку узнает, и это в этом плане есть плюс. А вот задания изменились с прошлым годом, да, или, может быть, с первым-пятнадцатым годом, когда начали проводить этот диктант? Усложнились они или, наоборот, стали легче? Ну, мне кажется, что вот общая оценка такая, кажется, что немножко усложнились, вот, поскольку появилась или увеличилась доля заданий, которые касаются географии России, причем обычно не очень таких, может быть, скажем, таких четких тем, да, там, допустим, знать расположение растительности какой-то, да, или определенные города, причем некрупные даже поселки порой, там, северные достаточно маленькие, которые большинство школьников не знает. Вот. Но из хорошего, если сказать вот сложнее и легче, появились, например, задания по космосвимкам, космическим снимкам, которые, ну, во-первых, очень интересны сами по себе, а во-вторых, пожалуй, статус географии поднимают и показывают, что все-таки эта наука еще и конструктивная, и предмет, который может решать определенные нужные сегодняшнему обществу задачи. Несмотря на то, что мероприятие проходило буквально вчера, уже можно ли подвести какую-то статистику, допустим, кого было больше населения, взрослого или детей? Ну, это можно, но вот у нас как раз одна из задач, это была все-таки охват населения, и вот я вижу общую тенденцию, у нас вообще общее количество получилось 19 тысяч предварительно, это 723 человека, но это как бы пока предварительные цифры, некоторые там отдаленные не успели, может, дать информацию, цифра изменится. Но вообще это примерно та же самая прошлогодняя цифра, и мы говорим, что это хорошо, потому что некая стабилизация происходит, численность, это хорошо, поселений много, и еще что понравилось, что увеличивается население, то есть не только школьники, как раньше это было всегда, то есть у нас это образовательная акция, поэтому мы рады, что население приходит, отвечает, и охватили мы, ну, вся республика участвует. В том числе очень пожилое население иногда, вот, допустим, в городе Якутске, в одной из школ 90, бабушка 93-х лет пришла на диктант, да? На диктант, да. Интересно, как она справилась. Старшие поколения по итогам прошлых лет, они знают географию лучше. Это связано объективно с тем, что раньше географии больше часов было, и люди пришли, конечно, те, кто хотели реальности, а школьников, ну, порой, ну, мы немножко их подталкиваем. Там есть маленькие классы, в том числе пятые, мы их приучаем. Ну, которые, в принципе, пока еще не могут. Им сложно отвечать, да, но, с другой стороны, мы их приучаем, что это не страшно, надо географию любить, приходить. Ну, и вообще, что такое мероприятие существует. Да. Что такое мероприятие существует. Ну, раз мы заговорили о детях, о школьниках, да, Леонид Владимирович, не могу не задать вопрос, да, вот, какие успехи за последнее время у наших ребят, у наших школьников на всероссийских олимпиадах по географии? Я знаю, что неплохие у всех. Если говорить о Всероссийской олимпиаде школьников, это главное соревнование по географии среди школьников, то якутияне выглядят, скажем так, далеко не плохо. На самом деле, потому что, конечно, мы уступаем таким сильным очень регионам, с очень сильной, прежде всего, финансовой базой и методической организацией подготовки. Но если брать во внимание, что вот наш регион сравнивать с другими, то мы на уровне где-то городов-миллионников, то есть регионов, где города-миллионники, это неплохо. А по Дальнему Востоку, пожалуй, вот по результатам все-таки последних лет мы впереди. В Сибири, конечно, есть Новосибирск, есть еще там 2-3 региона, но ситуация совершенно неплохая, и она в том числе связана, пожалуй, с теми массовыми мероприятиями, мероприятиями, которые направлены на популяризацию географии, смежных наук, смежных дисциплин, и в этом тоже как бы такая определенная вклада, и вот этого диктанта уже есть. А как вы думаете, вот сейчас же говорят, что дети мало читают, да, а география, она наука обо всем, тут знать надо много, да, вот как их учить-то? Вообще нелегкий вопрос, да, я вот как тренер, прежде всего, сборной своего лицея, ну и вообще сейчас в последнее время и не только, и вот городских школьников периодически вот подключаю к нашей общей работе. Вообще, конечно, читают мало, и здесь нужно просто-напросто детей учить каким-то определенным логическим приемом и находить закономерности, как бы только в этом, наверное. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я надеюсь, что наши телезрители хорошо вчера справились с географическим диктантом. Узнаем через месяц результаты. Нет, 25-го уже можно узнавать свои результаты. ДНР-ennфuckerя слова. Number two. Субтитры сделал DimaTorzok